Доброе утро С внучкой Андрея Федоровича Ведяйкина Чей медальон Мы вчера раскрутили А его подняли позавчера Жив сын Четверо сыновей у него было Просят на родину Я ее известил о том Что он вдвоем с другим бойцом Что они неразъемные Ну как обычно у женщин Это бывает Переход на плач Как же так Столько лет ждали Поэтому я сказал о том Что придется вам хоронить двоих Вместе Если вы решите этот вопрос В местной администрации То вопросов никаких нет Мы передаем бойца Довозим до Москвы Двух бойцов Довозим до Москвы И возможно в офисе Бессмертного полка России В Центральном штабе Передаем их Родственникам Если вдруг Они Алтай 250 километров Салтонский район 250 километров От Барнаула Бубинк Прямо там же где он и жил Куча родственников Да Ну я своего рода условия поставил Вы должны тогда будете На могильной плите Написать Фамилию и имя отчества Своего солдата И о том что Похоронен еще Неизвестный солдат Таким образом Вы его не забудете И своего упакуете Да А снимаю это я для того Чтобы снять ваши эмоции Поскольку они Не поддельные И уникальные А где этот подозрительный человек А? Где этот подозрительный человек? Вот он Я поехал сегодня утром В гипермаркет-ленту Оказывается Я поехал в Петербург в ленту Дима Еще раз Три Три Опа-на Гипермаркет-лента Оказывается продает пиво А пятый раз Тогда пятый Вот так Хоба Дима С 11 часов утра Да ладно Не беда Чего же Ничего страшного Ты в курсе? Да Инга рассказала Поэтому я не мог прерывать разговор Нет Так Благовейно постоял А ты тебе расскажи Что тебе ответили На том В конце провода Сопредседатель Бессмертного полка России Предложил Естественным образом Более торжественную церемонию Чем А ты вообще не в курсе Я Внучка Солдата Мне сейчас позвонила На телефон Получасовой разговор имел Жив сын А где живут? Там же Салтонский район Там же Прям там же Там же Салтонский Салтонский район Алтайского края Заберут давай Хотят Но я их сразу огорошил Вынужден был огорошивать Тем, что Неразъемные два бойца Вот Плач Опять же Вынужден был Открытым текстом Как можно спокойнее Деликатнее И Уважительнее Сказать, что Пожалуйста, не берите меня на плач Давайте Порешаем все это Спокойно По-человечески Уважительно Как это должно быть Она Успокоилась Мол, да Я вот Ну, вы же понимаете Наше состояние Столько лет он Пропавший без вести Мы его почему-то считали Лежащим на дне Ладоги Ну, вот так вот сложилось То есть, они предполагали Что где-то Да, там написано Что освобождать Ленинград Идем В письме было написано Вот И тут вот такое событие Такое известие Чтобы батька нашелся В кануне 9 мая Да Да В общем, вы такие молодцы Поэтому сын слег Как-то у нас русский Ксидей бывает Вместо того, чтобы воспарить Сейчас будем еще один Раскручивать А вчера раскручивали Три На Пятерых человек Было четыре медальона Четыре Саша, скажи Нет слов За 10 лет Возврат В один день Произошел Да Вот такие дела У нас Я что-то даже не слышал Я даже не слышал Сейчас тут находил медальону Поэтому Поэтому возврат Возможно будет Через Музей на поклонной горе Зал славы Церемониал Министерства обороны Рота почетного караула Аэродром Жуковский Военно-транспортная авиация Сергей Владимирович Игорь Иванович Садятся В самолет Летят На Алтай Ну это хорошо Да Аманя Игорь Иванович Дай вторую Смотрите Медальон Горевший И вот у него Деформированная часть Вот она Горевшая Совершенно ясно Видно Видите На белом фоне Будем надеяться Что Температурного воздействия Его не тронуло А где иголочка Инга Ивановна Ну давайте Пробует Закручиваем Довольно плотно Ну Солдат Выходи Сгорело Она И слева Да Внутри Была Была Можешь пильнуть А мне Чего пилить Из четырех Абонитовых Медальонов Не поддался Корче Временем И огнем Только один Медальон Андрея Федоровича Ведяйкова Из Золотайского Края Возможно Его сослуживцы Тоже Возможно Из Золотайского Края К сожалению Безвестно Ушли Семь человек Пять Медальонов Прочтем Только один Сохранился Четыре Безвозвратные Семь человек Семь человек Семь человек Медальонов Знаете Есть какая Умозрительная Возможность Может быть 857 Семь человек Полка Есть Если есть В документах Полка В архиве В Подольске Список Потерь Что часто бывает А полк И соответственно Дивизия Не подали Список Потерь По инстанции То первая Надежда Что в полку Может быть Фонд История Второе По ведомостям На выдачу Денежного Содержания По разнице Людей До боя И после боя В ведомостях На выдачу Можно будет Предполагать Возможный Список Погибших Людей Он Вполне Может Совпасть С количеством Людей Найденных На том месте В журнале Боевых действий 857-го Сыркового полка Написано Что полк Понес Незначительные Потери Ну то есть Если их будет Там человек 7, 8, 10, 12 И вдруг Ведомости Не будет Столько В следующем В той роте Какой служил Ведяйка Рота Нет Ротная Если ведомость Существует То есть возможность Надеяться Так что Сейчас по приезду В архив Я проверю Фонд полка Проверю документы Возможно Удастся Выпокить Бойцо А так Почему сгорают Там Незовой пожар Был Незовой пожар Они сгорели Буквально Трава горела Соответственно Горел Дерник Горели Остатки Дерник Это второй Такой сгорел Почему Сохранился У Ведяйкина Он в кошельке Был Кошелек Купаш А эти Были просто В кармонах И все Реально Сейчас прочитали бы Пять имен Ну не пять Четыре Один в железном 25-го года Образца И там Бумажка Никогда не сохранилась Редчайшие случаи Сохранения А в четырех Если бы не было пожара Наверняка Было Так что Дима Держи Это теперь Твой Раз Солдатам Не удалось Шестонеть Значит Уже Дима Твой Дима 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 Какое Стоит Ребят Что Сейчас Растут И Мальчишкам Нельзя Не Солдать Не Обмануть Не Стоит Сверонуть Будем жить Ну давай, в честь Андрея Федоровича Давай, Сергей Ура! 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 Молодец Молодец Отдал другому Конечно можно Не видно новое? На фоне леса Дима не видит Да, на фоне леса не видит Дима Вот так, да, да, да Все? На три Раз, два, три Есть! Передернул Ура! И так посмотрел Парень, кто следующий? Поехали Ура! Нормальный выстрел Следующий Скал заведующий Отвечают? Дивизия Дзержинского Стреляет Опытная Вот так вот Ух! 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 Хлопок-то Что следующее? Олега А, Игорь, давай Ура! 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 Плечо Плечо Воткни Вверх Вверх Молодец Что там по-моему Готово Все, да Заряжаем Следующий Проверь Саша Саша В магазин давай 5 там, да? Там было 5, да Проверь, патронник Проверим. Не, нет. И на спуск. Надо спуск. Надо. У нас говорят не надо. Потому что механизм разваливается. У вас и богатырей. Это я знаю как бы. С караулом уже то, что надо нажимать. У меня уже за два года. За четыре года. Если ты будешь начинать пистолять, будет разваливаться. Ты же уже сделал. Тимур. 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 А че? На, на, на. Сиди. Сиди. Место самое. Дима. Ну давай еще раз. Дима не стрелял. Ничего себе. Это за Тимура что ли? Дай-ка понюхать. Тимур. По лапочку приходи поднимай. Ну все развалилось. Все развалилось. Дайте Диме Лаптеву это пострелять. Одни, два, три. Да ладно успеем. Димур давай давай. Нет сотни метров. Я тут себе четыре просто оставил. Не, ну надо было. Хорошо. Почему так были? Оттуда. Блин, все. Все, Тимур, передавай женщине. Димур, давайте. Мы расстреляли. Не знаю как зовут. Вверх, вверх направляем вверх. Держите ее. Вот на той стороне. Вверх, 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 вверх. В белку стрелять не надо. Зачем так? Вверх, вверх. Вверх. Молодец. Дима давай. Ты следующий. Дима там есть на нас. Я тоже хочу. Можно, да? Держи пока. Держи. Так, Дима. Шершавый. Вверх, вверх, вверх. Но нужно сделать очень правильно. Вверх. Кто фотографирует? Вот это нормальное положение, да. Только вверх. По голубям. Готовы? Да. Цель воздушная. Огонь! Молодец. Олег, следующий. Давай. На перезарядку. Теперь твои четыре. Да. Давай, пусть Олег выстрелит. Олег. Олежка. Давай. Отойди оттуда. Отойди назад. Мне и папке. Давай. Олег. Стреляй. Олег. Стреляй. Олег. Вот так вот. А Сережа? Нет. Последний, да? Внимание. Цель. Оооо. И свет. И свет. И мертвый. И мертвый. Да ты тебя куда направлены? Я смотряешься. Это не важно. Плечо. По другому. Да нормально. Светик снимаем. На две камеры. Смотреть куда стреляет. Тенденц. Цель воздушная. Би! Молодец. Остался крайний патрон. Сейчас мы его дошлем через отдельную штрафу. Если не уткнешься. Кто еще? Не, играешь вам. Серега. Серега давай. Давай, ты не стрелял только. А, Серега. Я нас стрелял. Ну ладно, иди еще пальмей. Давай, Аразок. На камеру. Дай мне, дай мне. Я сейчас что-то летю. Би! 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 Нарезать. Готово, Игорь Иванович? Готово, игорь Иванович! Зачем? Давай, насчетесь! Молодцы, очень Говорю я горе Итого я принял бой На нас восстал Сидон Сидон и не спроверг И камни сбросил в море Кто превзойдет меня Кто будет равен мне Деяния всех людей Лишь тень в безумном сне Мечты о подвигах Лишь детская забава Я исчерпал до дна тебя Земная слава И вот стою один Величим упоен Я вождь земных царей И царь осаргаду Все? Ура! Снято Теперь тоже надо собрать бабло Так тебе Шапочку пройдите пожалуйста Поехали Пиня Поехали Пиня На Невский На Невский Понимаешь как там подошел Чел-то Подайте Я волком бы выиграл С бюрократизм К мандатам почтения нету К любым чертям С матерями катись Любая бумажка Но это Я достаю Из широких штанин Я достаю Из широких штанин Дупликатом Бесценного груза Смотрите Завидуйте Завидуйте Я гражданин Советского Союза Снято Ну давай слышь это Хорошего Пошли стричься Да я пошел Сами догонять Кто-то обидится А? Сами Подождите Я записываю Одно еще Краткое Краткую выдержку Из Целого произведения Александра Сергеевича Пушкина Называется Полтава Но целиком не помню Помню отрывок Но тоже отрывок Помню тоже не целиком В общем Готовы? Да Уж зареет полдень Жар пылает Как пахарь битва Абиха Как где горцуют казаки Равняясь Строятся полки Молчит музыка боевая На холмах пушки присмирев Прерывали свой голодный ряб И все Равнину оглашая Далече грянуло Ура! Полки увидели Петра И он промчался Меж толками Могущ И радостен Как бой Он Более Позоролочами За ним Вослед Неслись Толпой Сиептинцы Гнезда Петрова Где водка? Туманок Жеребия Земного В трудах Державства И волны Его товарищи Сыны И Шереметьев Благородный И Брюс И Боур И Репнин И счастье Баловень Безродный Полудержавный Властелин Контраст Со шведами Я люблю тебя Дело Между синими рядами Своих воинствующих Дружин Не самыми верными Слугами В качалке Бледем Недвижим Страдая раны Карл И явился Карл Вожди Героя Шлезадин Он В дому Тихо Погрузился Печальный Взор Изобразил Необычайно Волнение Казалось Карла Приводил Желанный Бой В недоумение Вдруг Слабе Мания В руки На русских Двинул он Полки И с ними Царские Дружины Сошлись В дыму Среди Равнины И грянул Бой Полтавский Бой В огне Под градом Раскаленным Стеной Живою Отраженной Над свежим Строем Падший Строя Штыки Смыкает Тешкой Тучей Отряды Конницы Летучей Браздами Саблями Звеня Сшибаясь Рубится С плеча Швед Русский Колят Рубит Режет Бой Барабанный Крики Скрежет Топ Оторжанию Стон И смерти Ат Со всех Сторон Аминь Рассольчик Похлопали Пожалуйста Похлопали Пожалуйста А у вас Еще есть Запасниках Историческом Слушайте Маяковский Через час В этот переулок Вытечет по человеку Ваш Прошу прощения Обрюшший жид А я вам открыл Столько стихов Шкатулок Я без ценных слов Мототранжир Вот вы мужчина У вас в усах капуста Где-то недоеденных Недокушанных щей Вот вы женщина На вас берила густо Вы смотрите Устрицы Из раковин Вещей Все вы На бабочку Поэти нового сердца Взгромозились Грязные В калошах И без калош Толпа Звереет Будет тереться Ощетинет Лапки Стоглавая Оно Вожь А если сегодня мне Так вот Грубому кунну Кривляться Перед вами Не захочется Я захохочу И радостно Плюну Плюну в лицо Вам я без ценных слов Мототранжир Все Идем снимать башку Башку Да Пойдемте Пойдемте Стихов я знаю много Хватит Все На сегодня Ты не стала ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вот то что надо вот такую надо сделать отлично пошли чей тут голос был башки башка бы саня давай кстати сашка сказал без вспышки лучше получается показал вам разницу вот и все вместе никто не спит все дружно и вспышку несколько фото пошлем да и все это не перекинешь ну можно и расходиться да тарелочку конечно 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 можно конечно здорово нужно было нужно было еще обработать землю потому что как людям выходить все же в боевых позиций не разорвавшись я вообще думаю что все под ногами все было в открыт траншеи там блиндажи там я думаю еще как бы ну то есть народу малом плюс может быть уверен какой-то было ходить на эти смертные места то есть как бы я думаю что они не хотели на тот момент я думаю что его не было еще и мы говорим про до период этот 50 мальчишки бегали я уверен пацаны бегали то я думаю что не больших там можно бегать картина была другая другая может быть я просто силу мое предположение мы лежат и их никто не собирал плюс они как грибы ягоды они всегда для людей живущих ново живущих здесь были они для них казались таким же хламом извиняюсь за выражение как металл войны как окопы как снаряды каски котелки они все они свыклись с этим и цинизм этой ситуации он пророс через сознание морали всю их жизнь он же здесь всю жизнь сволочнее человека находящегося в этом самом процессе пожалуй найти сложно в море там и нет я не в таком масштабе обработал и мне нет нет сколько он подобрал таких же как он здесь же живущих они живут нашлись конечно меньше нет за десятки лет собрали причем вот любители экспонатов на 70-х годов я понимаю я в 80-х годах это был мальчиком у нас ребята один паренек потом именно с моего двора он ездил сюда но это одно место называлось синяевские высоты значит и я точно знаю что менты милиционеры извиняюсь они снимали подростков прямо на перроне то есть они прям вот вылавливали пачка пачка вот они только сходят и прямо стояли козелки всех загребали выясняли кто куда то есть если он там не не в дачный ревут там апраксин у нас той стороны там просил небольшой массив и дальше и вот я уверен что вот в эту боевую зону пробиралась там буквально там единицы максим что они могли взять с собой привести сходя там допустим за станции раньше пробираясь сюда какими-то этого ну хватило там их может быть там не знаю там на наде в этом году ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok